Я сегодня ранняя пташка. Время, считайте, 8.45. Я уже приняла душ, помыла голову, туда-сюда, проснулась. В 10.30 выезжаем в Анталью. В общем, нужно быть готовой. Сижу в комнате, надо хоть шторы открыть, как сыч. Пошла в душ, когда включила в комнате кондиционер, чтобы выйти и в тёплое помещение, чтобы не заболеть, потому что голова мокрая. До такой степени уже всё на кровати сижу, на жопе. До такой степени уже нагрелась, нужно отключать, потому что уже не хватает кислорода. Ещё чуть-чуть посижу, совсем минуточек 5, потом буду выходить и пить чай, то, сего, 5-е, 10-е. Я искренне не понимаю тех людей, которые, блядь, пользуются кондиционером, либо обогревателем. Ну, холодно, холодно. Надень кофту ещё одну. Но, знаете, вот это вот, это же сжимается воздух, это же, это же что творится? Это же нет кислорода. Ты просто не выживешь с этим кондиционером. Сдохнуть можно. Дышать нечем. У меня сразу же начинается, знаете, проблема с дыханием, такая, э-э-э, дышать не могу. Солнышко, в Алане всё спокойно. Слава Богу. Слава Богу. Я Бога каждый день благодарю, поэтому Он и допускает со мной никаких злых поступков, злых приключений. Я кондиционер только по необходимости включаю, только-только по самой необходимости. Вот он был включён, ну, наверное, минут 30 в общей сложности. Я его включила, пока пошла в душ, чтобы комната нагрелась, чтобы так зашла, такая теплыш такой был. пошла в душ и вот вышла и вот уже сходила, повешала полотенце, снова надела этот пижамку, домашний костюм. Нормально. Нисколько не холодно. Чё пиздеть, блядь, что холодно? Чё пиздеть? Но если у вас заячья душа, так вы будете от каждого скрипа в дверь бояться. Если у вас заячья душа, так ваша психика, значит, такая же. Я не знаю. Я человек с горячим сердцем. Мне никогда не холодно. Мне никогда не страшно. Господи, спасибо. Такая духовитая девка. Посмотрите на кровать духовитой девки. Это же вообще, как у хомяка нарыто, да? Вот так вот всё. Щих-щих-щих-щих-щих. Прямо как у хомячины нарыто. Это же надо же, а? Это же надо же. Это же надо же, надо же, надо же, надо же такому случиться. Тут, ну, попрохладнее. Знаете, может быть, градуса на два. Да, ну, ненамного. Это я уже приготовила деньги. Думаю, может быть, кофемолку куплю. Если дорогая, то не буду покупать. Это сто процентов не буду покупать. Деньги приготовила. Вот проснулась. И первая мысль, так думаю, надо не забыть деньги. Надо не забыть деньги. Потому что, мало ли, я понадеюсь, что у меня есть кошельки. Это, ладно, в России у меня банковские карты работают. Там всегда денег. Хоть жопой жуй. Но здесь-то банковские карты не работают. И всегда приходится рассчитывать на наличку. Повторяю, для умалишенных. У меня нет карты турецкого банка. Поэтому, я говорю, не работают. Российские карты не работают. В турецком банке у меня счета нет. И не надо. Пока не надо. Надо включить новости. Я хотела, знаете, что сделать? Я хотела маску сделать. То ли срабатывает, то ли не срабатывает. Турецкая техника. А я хочу еще... Пошла в душ и достала маску из холодильника. Вот эту вот маску сделать для лица. Немножечко увлажнить кожу. 8,54. Ой, ветра какие. Ой, ветра. Ой, как страшно. У нас тоже к вечеру поднимается такой ветер. Вообще. Дню я не чувствую никаких ветров. Нет, не чувствую. Надо пойти зубы почистить. Зубки надо почистить. И подсобироваться тихонько. Хотя, что я вымылась. А что мне надеть только трусы, джинсы, кофту и жилетку. Джинсы, кофту, жилетку. Все. Я чистенько, а я, считайте, не крашусь, ничего. Сейчас просто масочку сделаю. Чтоб стать еще красивше. Зубки. Как жемчужинки. Какие. Открыла шкафчик. Да вот подумала, может быть, маску сделать вот такую вот. И в роше. Чем ту. Да, наверное, вот эту вот лучше наложу. С кисточкой. Ту нужно обратно положить в холодильник. Штатив. Резиночку. 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 Нисколько не холодно. Нисколько. Нормальная погода. Сейчас сделаю масочку. Уже растеплилась. Уж снимаю тапки, потому что здесь коврик, чтобы не запачкать. Так. Перевернула камеру. Перевернула камеру. Перевернула камеру. Собрать волосы в пучок. Да? Щетчики. Так. Надо посмотреть, что тут у меня есть. Питательный. Отшелушивающий скраб. Отшелушивающий скраб. Блядь. Я ими пользуюсь. Надо его положить сюда. Парфюмированный крем для рук. Я думала, это маски. Очищающая маска с белой глиной. Увлажняющая маска с агавой. Увлажняющая маска с агавой. Опять, блядь, наверное, на мне, на грудь. Волосок. Сейчас по щекам распределю. И, наверное, с вами болтать нельзя будет. Ну, я пока буду там чай делать. Можно и не пиздеть с вами. О чем, да? В принципе, о чем? Все уже сказано. О чем? Никаких новых тем для бесед нет. Но вы же смотрите. Еще, если я не выпускаю видео. Даже вот такие вот обыкновенные. То еще же пишите. Ииночка без вас день не день. А вы такие инытики, блядь. Вы мне лайки ставите? А то питаетесь моей энергией. Питаетесь. Видите, какая бастенькая. Выдавливаю так масочку. На это. А, что тут надо? На загубочку. Я вот и прошлой зимой даже было очень холодно. Я практически не включала кондиционер. Не могу. Просто воздух сжигает. И тебе становится жарко. Но тебе нечем дышать. Тебе нечем дышать. Это я такое вообще не приемлю. Лучше пускай будет прохладно. Такая милая, да? Очень даже. Дай-ка еще навеки нанесу. Написано. Избегать зоны вокруг глаз. Или сейчас я уже не увижу. На пять минут удалить остатки на кожу лица, избегая контура глаз. Ой, блядь. Попала, блядь, коза. Инна. Хотела быть еще красивее. Да тут тоже же моя кожа. Ее уж тоже надо увлажнять. Я сейчас маленечко постою вот так вот тут закрытыми глазами. Потом смою и все. И пойду по своим делам. О, я прям чувствую, что увлажняется маска с агавой. Где-то пробка запрутить маску. Вот пробка. Щек. Кисточку помыть. Так. Эту маску можно... Так, кисточку сюда на тумбочку положила. Так. Там же, где лежала, да, на первый полк. Там же, где лежала. Ну все. Надо чуть-чуть подождать. Я хочу полотенце еще прокрутить. Поставлю их на 15 минут. Как раз приеду, они уже будут сухие. Это полотенце вот прокручу. И это прокручу. Сколько там уже прошло? 15 минут? Или пиздеть не надо просто, когда делаешь маску? Ну, если я открою глаза, попадет маска? Вот эта попала. Тоже попала. Ну, постою пока с закрытыми. И что страшного? Я снимаю? Ага, снимаю. Вот в этот глаз попала. В этот нет. Вот я больно жирно слой наложила. Так все молчу. Мышцы. Заебался. Может быть, и лечь. Но голова мокрая. Подушка просыряет. Придется стоять, как сыч. На синих ветрах. Сколько там уже время? Десять минут. Десять минут десятых. До сюда, наверное, прошло уже это время. Начинаем уже считать от начала нанесения маски. Ну. Ну, просто вот этот глаз, если его не открывать, то он не ест. Если только приоткрыла, вот время посмотрела, опять начала щипать. И все достаточно. Я думаю, что мало ли. Мало ли какая лиргическая реакция, да? Ой, блядь. Не уврни, пожалуйста, мне телефон. Рукава, блядь, замочила. Задрать их не могла. Такая, да? Вода тут же ледяная в кране. Тут такое все узенькое, блядь. Не размахнуться руками. Все, блядь, скользко. Все же уже. Все, значит. Все, очень хорошо. Очень хорошо. Не буду я полотенцем вытирать. А полотенцем пойдут в стирку. Руки, как не руки, локти все, все сырое, блядь. Надо было мыться, когда ты, когда ты это, когда ты голенькая. Нет, блядь, я сначала оденусь. Сейчас я. А еще, знаете, какой у меня есть вариант? Иринка мне подсказала. Я же больше не буду кофе здесь в зерне покупать. Поэтому кофемолку, знаете, здесь, во-первых, кофе не продается в зерне. В обыкновенном масс-маркете можно заказывать, где-то там интересоваться, покупать в кофейне, а как-то нахуй не надо. Я здесь буду пить турецкий кофе. Еще знаете, какой есть вариант? Подсказала Иринка. Повторяю. В общем, можно прийти в кофейню. У меня же есть Пурия, Зеро Кафе. У меня есть Пурия, мой друга. Я думаю, если я сегодня не куплю какую-нибудь кофемолку какую-нибудь, эту, недорогую, то я пойду к Пурии и попрошу, чтобы он мне просто-напросто намолола кофе. Может быть, это даже будет лучше. Он намолит мне кофе. Сначала я один мешок перемолю, положу там в бумажный пакет он мне даст. Потом я перемолю второй мешок. И, может быть, так-то оно даже лучше будет. Если кофемолка стоит дорого, то я не буду покупать. Она мне просто-напросто не нужна. Разово воспользоваться, она мне просто-напросто не нужна. Вот так вот. Может быть, действительно лучше сходить к Пурии и перемолоть. Заплатить ему за эту услугу. Ну, он, понятное дело, с меня денег не возьмет. Это и... Просто попить с ним кофе и опять же поболтать с ним. И опять же кофе получается бесплатно. Ну, может, я не подарю ему. Может быть, так. Там у него десерты сейчас в ZERO кафе есть на вынос. Может, какой-нибудь уртик там возьмем себе и сюда. Просто вот холодно сейчас. Ну, как, будем считать, что холодно. По меркам Турции, конечно же, холодно. И лишний раз не хочется пить воду. И ты просто заменяешь теплым чаем. Я вот наливаю вот такую вот кружку. Он у меня отстывает. И в течение часа-полутора тепло сохраняется и я пью. То есть приятнее пить вот такую воду, чем вот такую. Вот такая прям вот холодная. Это простояла ночь. С лимончиком. С лимончиком оздоровительная. Половина лимона. Сейчас чайок налью и пойду собираться. Поставлю вас на загрузку. Не знаю, успею загрузить или нет. Скорее всего, нет. Ну, хоть попытаюсь. Кушать я ничего не буду. У меня есть яйца, да? Да, у меня есть тысячи. Да, у меня есть пикеток. Можно было бы сделать, а мне не хочу. Мы остановимся с Наташей на заправке и там что-нибудь перекусим. Нет, не хочу. Вы знаете, да, что в содержании вот этого бодрости, как он называется, то, что в кофе, в зеленом чае гораздо больше. Так что, в принципе, я нельзя сказать, что я носом хожу, клюпаю там вот этого. Конечно, кофе было бы привычнее пить. Даже не знаю, насколько приятнее, но привычнее, 100%. А здесь было сколько? 10. 6 пакетов уже выпила. Не знаю, что куда будет купить. Похудательный чай, что мне вообще не зашел. Какой-то такой, так, с корицей. Я-то, знаете, думала, и приятное, а с полезным. И приятное, а с полезным. Думаю, а тут, бля, какая-то курица, честно. Так вот. Зубки почистила. Лицо сделала. Сейчас чайку хлебну. Заправлю кровать. Ой, нет. Ой, блядь, пластмасса и пахнет. Все. Давай. Булькать перестал. Заливаем. Заливаем. Так, товарищи. А тут сколько осталось? Еще чуть-чуть осталось, потом можно будет подлить. И потом вылью воду из чайника, чтобы не это. Щек, 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 щек. 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 Может мне пойти на балкон? Сколько там градусов? Чтобы не зябнуть. Щас я. Мне же нужны кровать заправлять. Это ж... Сколько дел у меня? Сейчас. 9-20. Сейчас мы посмотрим, сколько температура. 9 пишет. О, блядь. Погода в Оландии сейчас. В Оландии сейчас 6 градусов. Малооблачная. А там пишет 9, когда заходишь в Google. 6 градусов. Ну, в пизду я не пойду на балкон. Пока я сырая, я на балкон не пойду. Так бы хотелось. Днем будет 11. Но по ощущениям, по ощущениям, всегда, вот смотрите, допустим, пишет 11, а по ощущениям будет градусов 13. Это 100% на солнышке. Потому что малооблачно сегодня. Вот что значит здоровый человек. Видите, волосы практически высохли. 8-45 было. Никаких мне фенов не надо. Ничего у меня не будет. Это, сушиться волосы, кожа головы, никакой перхоти, блядь, не будет. Девки, вот вы сначала напокупаете всяких фенов, накрасите волосы. Потом они у вас начинают быть безжизненными, ломкими. У меня, посмотрите, как все хорошо. Ну, посмотрите. Ну, вот же она, природная красота. А там еще, что с бровями? Да вы посмотрите на свои брови до татуажа и сдохните от зависти. А у меня такие настоящие, натуральные. Представляете, мне несказочно повезло? У меня безумно красивые брови. Это не аутотренинг. Это, сука, очевидная, очевидная, невероятная. Еще считайте, я сижу против света. Так, Аллатин написал Маша. Реакция на стори. Аллатин. Ирина Красноярская. Бля, Кирка Красноярская. Индра, Индра, первая. Видели, да, эту картинку? Конец Америки в руках Украины. Это картинка такая старая. Ирина, привет, доброе утро. Да я эту картинку-то мне уже присылала, когда только началась СВО. Доброе утро, дорогая, доброе утро. А что от меня Наташа не звонит? Уж через... Так, Наташа. Так, у нас есть группа. Алонийские девчонки в WhatsApp. девочки привет доброе утро наташа я почти готова я уже выкупалась я уже почти высохла я уже в общем пью чай жду тебя все 6 градусов на улицу я не пойду на улицу я не пойду вот такое себе посижу здесь потеплюсь могу быть как турки они же знаете они же курят на диванах дома холодно они не пойдут на улицу здесь будут у них вообще такое нет в культуре выходить когда ты куришь они вот будут в ресторане в кафе дома курить отец будет сидеть смолить и мало того что мать будет курить рядышком смолить сидеть и дети будут рядом ходить она может одной рукой сигарету держать второй рукой грудью кормить вот такие вот турчанки вот такие вот я серьезно говорю сколько раз я была свидетелем такого на улице вот там в парке вот вот например в детском она сидит курит у нас это общество как-то порицает волосе у нас это обществом порицается здесь нет здесь может мать мужа вроде как такая борец за справедливость да там свекровь ее мать мужа может подкуривать ей и сама рядышком тут же памперс менять который тут же могут бросить снять грязные бросить потому что они за них он и как народ на тени как считает что есть же люди которые убирают вот так вот такая вот такой вот менталитет турков я даже сигарету никогда не брошу спичку могу бросить куда-нибудь в газон спичку могу бросить как рызак от яблока могу бросить такой органический отход никогда не выброшу упаковку от сигарет никогда не выброшу никакую банку но в жестяных банках я мало что пью потому что у меня нет там и они при этом всякие колы всякую эту хрень не вкусно никогда пластик не выброшу никогда нужно выйти на новый уровень сознания и нужно знаете чем сортировать начать отходы хотя тут у нас нету урн маленечко подостыл выбирать такое видео длинное получится ой а цветочек то вон как огурчик может быстренько сбегать на балкон посмотреть что да как там дела обстоят ну не сидеть так просто носиком воздух понюхать и волосы я сама себе не доставляю проблем я думаю башкой нити что вы знаете о здоровой психике посмотрите на девушку если у нее длинные длинные и натурального цвета волосы значит она психически здорово я вот не знаю когда мне его подарили ну очень даже неплохо стоит очень даже но все же пойду и нос маленечко сумму на улицу то да сел 5 10 как там дела обстоят надо проверить что там пишет ощущается как 5-6 градусов мой молодой человек с девушкой садятся в машину оба в пальто но днем то распогодится видите это не страдаю от этого я не выхожу утром никуда на работу и я выхожу в 11 часов а уже распогодилась и понятное дело что я могу уже сидеть на балконе и пить чай и кофе а сейчас пока еще мало время поэтому не распогодилась но распогодится обязательно обязательно распогодится небо да какое красивое такое синее синее потрясающее небо ну вот например я так думаю я вот уже много видео посмотрела если вот будет землетрясение не дай бог волане этот дом точно не рухнет мой точно не рухнет этот этот это точно не рухнет вот этот рухнет сто процентов этот рухнет сто процентов вот этот и этот следующий тоже рухнет а дальше нет это вот старые дома ну и вот это вот соответственно белый который вот рядышком тоже рухнет как страшно господи не допустим господи не допустим человек подумаю так страшно становится господи сохрани ну все конец видео пошла и заходить внутрь буду там сидеть теплица хочу мне хочу делать на балконе в 9 часов утра зимой да я здесь посижу на диване 928 вот сергей лавров в судане новостях показывать как а вкусно то губы тут обветрили целовалась на ветру верхняя губа видать захватывала посильнее на ветру моря ой что давайте пока кожа блять слезла что ли какой-то язык от лимона блять от лимона все пока никогда не с вами чо